Орланд Все начинается отсюда, с конструкторского бюро завода. В этом помещении разрабатывается конструкция и определяются габариты и технические характеристики выпускаемой техники. В этом помещении разрабатывается конструкция и технические характеристики. Оптимальность конструкции, удобство пользования, эргономику автомобиля. Автомобиль, естественно, должен быть технологичным, то есть удобным в производстве. И на выходе мы, учитывая все эти параметры, разрабатываем конструкторскую документацию. То есть все эти чертежи, которые непосредственно передаем на производство. Затем в ходе производства проводим анализ, выявляем какие-то, может быть, недочеты конструкции, и учитываем их, улучшаем. Постоянная модернизация у нас происходит в автомобиле. Производство бронированных колесных машин начинается здесь. Это заготовительный цех. Вы видите, вот броня, металл, листовой металл, сортовой металл. И само производство начинается именно с процессов резки металла. Это обычно лазерная резка, плазма резка, водорезка. После заготовительного цеха все детали переходят в сварочный цех, и начинается собираться сам основной кузов. Здесь как раз-таки представлен кузов Орлана. Вы видите, его основные особенности – это V-образное днище, которое позволяет распределять взрывную волну равномерно вдоль плоскостей кузова и максимально снижает ударную волну на экипаж. После всех операций, когда корпусные детали, сам корпус, все остальные детали после покраски выходят в цех сборки. Сюда растекаются электрические компоненты, кабельные системы, системы пневматические системы, плюс дополнительные компоненты, такие как двигательная установка, мосты – все приходит сюда на цех сборки. И здесь начинается сборка непосредственно самого бронированной колесной машины. Здесь вот как раз вы видите ВКМ Орланы, которые на определенной стадии сборки и готовятся для финальных испытаний к выезду заказчика. Я горжусь, я понимаю, какая на мне лежит ответственность. Поэтому, когда я выпускаю каждую машину, я понимаю, что я уверен в ней. Я чувствую спокойствие за людей, которые будут находиться в этой машине, за весь экипаж. Абсолютно за весь. Без исключения. На протяжении всей истории тюркские народы славились самым лучшим оружием и лучшей тактикой боя. Спустя столетия ничего не меняется. Орлан является единственной в мире бронемашиной в своем классе, которая обладает всеми необходимыми характеристиками. Мобильность, маневренность, безопасность. Ровшан Ильясов, Центрально-Азиатское бюро Азербайджанского телевидения, Казахстан, Астана.